Мы переходим ко второму блоку. Ирис, если ты готова, все-таки ты сегодня женщина и, можно сказать, хозяйка, а женщина всегда хозяйка, что у нас там дальше? Как это? Тема номер два. Масштабирование в рамках мира и выход на зарубежные рынки. Тезисы, которые вы разберете в данной теме. Масштабы ваших возможностей. Продукт на международном рынке. Особенности менталитета «Made in China». Вся правда об инвестициях. Куратор темы Анна Фомичева, основатель и руководитель МКЦ «Бизнес-Логистика». Спикеры Илья Шпирт, директор по международным продажам «Ревонтули». Антон Николаев, сооснователь и руководитель российского представительства «FoodtoChina.ru» в России. Светлана Потапова, основатель агентства «Ростэкспорт ВИЭН». Более 7 лет живет и работает во Вьетнаме. Павел Клименов, основатель и руководитель ООО «Бизнес-Актив». Специализация компании «Торговое финансирование зарубежных банков». Коллеги, успешного диалога. Давайте встречать наших спикеров и, самое главное, конечно же, кураторов. Анна, добро пожаловать. Добрый вечер, добрый вечер, честный предпринимательский форум. Давайте поаплодируем, чтобы было побольше энергии. Мы требуем энергии. Мы пришли сегодня для того, чтобы рассказать вам про внешнеэкономическую деятельность, те новшества и те понятия, которые вступят в силу с 2020 года. Сегодня присутствуют спикеры, которые представляют разные страны. Мы поговорим с вами не только о Китае, потому что не только Китаем единым. На сегодняшний день существуют подписанные соглашения о зоне свободной торговли с такими странами, как Вьетнам, Иран, Сингапур. И эти страны также открыты для сотрудничества. Мы поговорим не только об импорте, в чем я сильна на сегодняшний день. Также у нас представлены спикеры, которые будут говорить об экспортных операциях. Я что-то прям присаживаемся. А ты просто так замотивировалась, что ты знаешь, как во время гимна уже не сесть. Я так люблю свою ВЭД, что мне просто... До конца, слушай. Прям не могу, мне сразу хочется говорить. Класс, класс. Продолжай. Итак, можно представить мою презентацию, пожалуйста, и дать возможность ее переключать? Спасибо. На сегодняшний день мы действуем в рамках Евразийского экономического союза. Киргизия, Казахстан, Армения, Республика Беларусь и Россия. Единое экономическое пространство. Мы действуем в рамках Единого кодекса Евразийского экономического союза и в рамках закона о таможенном регулировании на всей территории ЕАЭС. Мы видим с вами, что это единое пространство, которое взаимодействует с остальным миром. Мы ведем импортно-экспортные операции с зарубежьем и выступаем как импортный и экспортный единый поток. То есть, если я хочу купить в Белоруссии товар, мне не нужно платить пошлины, налоги и получать разрешительные документы. Я работаю на всей территории. И сегодня мы поговорим как раз-таки о том, какие направления в импорте и экспорте существуют. Итак, на сегодняшний день ведутся переговоры Индия, Турция, Корея, Израиль о подписании зоны свободной торговли. Что это значит? А это значит, что половину номенклатуры можно ввозить под нулевую пошлину. Ну, индекс 20% либо 10% в любом случае мы оплачиваем. Но если высокотехнологическое оборудование, нулевая ставка может быть. Но мы с вами также должны помнить о том, что зоны свободной торговли дают нам новые направления и новые возможности для ведения бизнеса. И на сегодняшний день... О, контрабанда. А вот это я хочу вам отдельно. Значит, посмотрите внимательно на слайд. Я вообще борец с контрабандой. Ну, это странно как бы звучит. Но с 1 января 2020 года у меня появляется офис на садоводе. И я принимаю активное участие в обелении садовода. Давайте поаплодируем. Знаете почему? Потому что садовод это прекрасное место, но это мы белые предприниматели. Эквиум это экосистема белых предпринимателей. И зачастую ко мне приходят и спрашивают, Аня, почему мои конкуренты продают по моей себестоимости? Потому что существуют контрабандные явления, потому что существует Республика Беларусь, которая занижает стоимость, Киргизия, Казахстан. Но мы, мы не ведемся на это и продолжаем платить платежи и нормально возить товары. Поэтому мы видим с вами то, с чем надо бороться и то, против чего нужно стоять, да, и идти, значит, против этих схем. Значит, очень внимательно сейчас послушайте. С 2020 года есть 4 вектора. Это уголовная ответственность за поддельные сертификаты. Вот у кого сейчас купленные сертификаты, а это может по прошлым годам. Понимаете, мы были раньше вынуждены работать так. Нужно очнуться и переделать их. Второе, это цифровизация и прослеживаемость товаров. Это не маркировка. Это QR-код, который следует с товаром, когда он ввозится на территорию Союза. До конечного покупателя, цена. То есть вы должны понимать, что налоговая и таможня видят всю цепочку прослеживаемости товаров. И любимая маркировка. До 2024 года все товары будут промаркированы. И ввозится согласно все промаркированные чипами. И мы все будем взаимодействовать с честным знаком. Сейчас программа не готова пока что к наплыву желающих вступить в пилотный проект, в том числе и по легкой преимущественности. Но поверьте мне, это приносит достаточно большие деньги нашему замечательному государству. Следовательно, маркировки быть. Хорошо, значит, также мы помним, что касаемо маркировки, с 1 марта 2020 года обувь начнется контроль. Кто у меня обувщики, кто вот я вам желаю быстрее внедрить маркировку в свой бизнес. Это второе направление, маркировки. Третье направление, сертификаты, маркировка, прослеживаемость и центры электронного декларирования. То есть сегодня я взаимодействую, нет карманных постов, нет коррупционной составляющей. Есть центры электронного деклариров��, с которыми я взаимодействую. 16 СЭДов, дальневосточный у меня дома, я сама с Ладика. Московский СЭД, Питер, Новороссийск. И это все центры электронного декларирования, в которые мы подаем декларации. Это цифровизация. Но вы скажете, да, цифровизация, но есть союзные государства, которые продолжают, к сожалению, гнать черный импорт, но мы знаем, что с 1 марта, по крайней мере, кто возит до сих пор через Республику Беларусь, с 1 марта Беларусь закроют. Я уже говорила об этом 2 года назад, были первые подъемы цен, и я говорю сейчас, уходите с союзных государств, есть белая оптимизация, есть белые схемы работы, есть возмещение китайского НДС, есть торговое финансирование и аккредитивы от зарубежных банков, есть те способы, которые позволяют вам экономить, не прибегая к серым схемам. И сегодня я призываю вас обелиться и делать только белую внешнеэкономическую деятельность, а если вы еще не начали, начинайте, потому что у нас был вопрос, как вы видите внешнеэкономическую деятельность через 10 лет. Ну, только не обижайтесь, мы через 10 лет будем работать на китайцев, нет, мы будем производить товары для Китая, потому что Китай это рынок потребления, первая экономика мира, и сегодня нужно задумываться о производстве в нашей стране, для того, чтобы туда отправлять наши товары. Поэтому на этой прекрасной ноте я передаю слово Антону. Значит, Антон, расскажи, пожалуйста, про экспортные операции. Здравствуйте, коллеги. Друзья, я не профессиональный спикер, я такой же, как и вы, предприниматель, и уже с 2010 года занимаюсь импорт-экспортной деятельностью, с нашим прекрасным Китаем начинал с импорта. Сейчас докатились мы до чего, что у нас две компании в Китае, две компании в России, набили кучу шишек, и, собственно, наверное, об этом хочется тоже рассказать. А вообще про экспорт в Китае, да, то есть мне несколько хочется цифр при… Ага, поставьте презентацию. Да, можно мою презентацию? Я чуть-чуть снесла этот, сразу перешла на какую-то тему. Да, громкое название, не обращайте внимания. Вот, еще хочется начать про экспорт, да, в Китай. Со слов, собственно говоря, одного из богатейших товарищей наших китайских, да, из основателей, основателя Alibaba Group, Jackama, о том, что Китай меняет, собственно говоря, тренд, да, свой. Если это был всегда крупнейший импортер, то сейчас Китай меняет свое направление в сторону уже экспорта, да, импорта, да, в Китай. И, собственно говоря, что этому способствует, да, способствует этому, прежде всего, то, что начал расти средний класс в Китае, да, очень активно это происходит. То есть в крупных мегаполисах, а-ля там Шенчжэнь, Гуанчжоу, средняя заработная плата достигла почти 900 долларов, там, или 6000 юаней в перерасчет. Ну, к примеру, да, мы можем такую цифру привести, что ВВП нашей России, Российской Федерации, если ошибаешь, в прошлом году, что-то около 1,6 триллиона, да. Да, вот, пожалуйста, провинциальный ВВП Гуандун в прошлом году составил почти 1,5 триллиона, да, вы понимаете, да, про потребление, про размеры этого рынка. Ну, и, собственно, вот, да, тоже одна из наших российских данных о том, что совокупный доход ритейла в 2017 году составил более 7 триллионов юаней. Ну, там, это без цифровой части. Очень интересная цифра, добавил ее, получил эту информацию буквально недавно, мы отслеживали. И, помните же, да, у нас Black Friday, да, это громко так называлось, 11-11, это у нас Alibaba Group, даже, по-моему, в России анонсировал это событие. В Китае это день холостяка, это ежегодные события, мероприятия. И вот просто задумайте о тех цифрах, которые здесь приведены по электронным транзакциям в момент данного мероприятия, да. То есть по итогам дня холостяка, это информация получена от China Union Pay, да, Ну, вот вы сами видите, 1,8 миллиарда онлайн-платежей было совершено, да, в пиковых нагрузках в эти сутки приходилось 75 тысяч платежей в секунду, да. Почти полтора триллиона юаней произошел там товарооборот в этот момент. Ну и, собственно говоря, какой рост совершился, да, и совершился в данном сегменте по отношению к прошлому году. То есть рынок New Commerce, да, e-commerce в Китае развивается просто колоссальными темпами, мы видим это на примере этих цифр. Ну, а, собственно говоря, что можем сказать про российский экспорт в Китае, да. Ну, а вот наши показатели за 2018 год, что мы поставляем в Китай, понятно, да, что мы видим. Наши любимые углеводороды. Но что можно из этого сделать, какой можно из этого сделать, мне кажется, вывод, что у нас есть емкость для роста в других направлениях, в других областях. То, что интересует непосредственно меня и мой бизнес, это продукция АПК, это готовые продукты питания и напитки. В этой емкости, несмотря на те цифры, которые приводит РБК, на то, что говорится, да, из наших средств массовой информации, эти цифры незначительны на данный момент. Поэтому есть, безусловно, повод для того, чтобы расти. Но, о чем бы хотелось для начинающих экспортеров, с начинающими, особенно экспортерами, поговорить, еще раз повторюсь, тема очень хайповая, перегретая. Да, безусловно, поддерживаем средств массовой информации в России. Но, не забывайте просто элементарные вещи, которые кажутся банальными, но тем не менее, вы поставьте себе реалистичную экспортную цель. А вообще, вам нужно идти в Китай? Нужно ли вам идти на этот экспорт? Понимаете ли вы эти сложности или эти проблемы, с которыми вы столкнетесь? Трезво оцените качество своего продукта и поймите, вы технологически-то вообще готовы к этому рынку у вас конкурентному, да, и готовы ли вы адаптировать свой продукт? Ну и проведите, да, какую-то некую оценку ресурсов вашей компании, да, элементарно бюджет сделайте. Потому что с теми предпринимателями, кто к нам обращается за советом, мы очень часто сталкиваемся, что элементарно даже бюджет этого мероприятия не составлен. Ну и такая некая группировочка, которая за годы сформировалась в жизни, да, то есть это вот те определенные зоны внимания внутри экспортного проекта, которые нельзя упускать. Если по какой-то причине в эту компетенцию не закрываете или по какой-то причине у вас нет подрядчика, да, или знаний, то чаще всего экспортный проект не удается, да, и в нем появляются некие проблемы. Но посмотрите, если посмотреть по блокам, да, изначально необходимо исследовать рынок для того, чтобы понять, вообще ваш продукт интересен в том виде, который вы предлагаете рынку китайскому. Мы с чем столкнулись? Мы столкнулись с тем, что, собственно говоря, у нас, мы не нашли компанию подрядчика в Китае, которая могла для нас сделать нормальное, грамотное исследование рынка, и мы сами стали заниматься этим. Далее, посмотрите, да, вы должны подготовить свой продукт, свою компанию в информационном поле Китая, то есть у вас должны быть грамотные переводы, у вас должна быть информация и презентация на языке носителя, переведенной носителями, да, сделанной презентации, адаптированной под восприятие китайцами, да. Вы должны зарегистрировать, защитить свой товарный знак, потому что вы знаете, что китайский рынок с чудовищной скоростью копирует. Вот у нас даже просто в Шанчжэне офис, такой лайфхак, складское помещение, рядом с нами находится кондитерская, занимающаяся кондитеркой, шоколадом, китайская компания. Так вот, Кракант, наверное, знаете, да, фиолетовая конфета, такая Яшкина, это самый российский, мне кажется, успешный проект на данный момент в Китае, из продуктов питания. Там их пять видов. Вот, представляете, да какой из них настоящий, мне кажется, сами китайцы уже не знают. Логистика ЭВЭД, я думаю, здесь Анна вам может очень много рассказать, это ее тематика, вот, ну вы понимаете, да, что без внешнеэкономического контракта и без понимания, в принципе, ничего не сделаешь. Работа с продуктом, вы должны постоянно находиться в взаимодействии с рынком, вы должны постоянно адаптировать свой продукт, менять его в вкусовых, культурных требованиях рынка. Ну и самое главное, про что все почему-то забывают, его надо продавать. Все думают, что экспортировав свой продукт за территорию, да, за границ Сольской Федерации или, там, импортировав его в Китай, дальше кто-то придет и его купит. Так вот, нет. Вот одна из ключевых компетенций, это все-таки организовать правильную дистрибьюцию и продажу вашей продукции на территории. Для этого вам нужно иметь либо компанию, либо какого-то громадного подрядчика. Ну это такая, позвольте, некая группировка. Мы понимаем прекрасно, что китайский рынок это огромный, мощный рынок, о котором говорила сейчас Анна, если не соглашусь, я думаю, это уже экономика и номер один, и потребитель номер один. И в ближайшей траектории стратегически это наш партнер. И российские компании могут сейчас занять свое место среди импортных компаний, которых сейчас импортных продуктов, которых сейчас великое множество на китайской полке. Я думаю, что мы можем найти путь к сердцу потребителя. Но важно определять свои цели, чтобы они были реалистичны, готовить грамотный бюджет, готовить проект и вести его, закрывая вот те зоны, о которых я говорил до этого. Поэтому всем успешного экспорта. Спасибо. Ура! Итак, я передаю слово Светлане Потаповой. Вьетнам. Аплодируем. Вьетнам. Прилетел человек с Вьетнама ради нас. Ну правда. Всем добрый день. Сейчас включат мою презентацию. Так, об этом уже Анна сказала. Значит, мы сейчас как раз в куларах разговаривали. У меня был выбор о том, что сказать про Вьетнам. И вот мои коллеги подтвердили то, что эту информацию нужно обязательно сказать. Значит, торговля происходит между менталитетами. Если вы не знаете менталитет того, с кем вы торгуете, вы вряд ли сможете что-то ему продать. То есть вы должны думать, как он, понимать то, что он понимает, как он понимает, что он вообще представляет себе, как будут дальше развиваться ваши отношения. Вот и сегодня тема моего доклада о том, что вот эти особенности менталитета и как возить товары made in Vietnam с пошли 0%. То, что вот Таня мне порекомендовала. Остановимся на самом главном. Значит, у нас подписано соглашение, о котором мы уже говорили, еще в 2016 году. И с 2020 года порядка 90% номенклатуры уже не более 5 или даже 0%. Вот сейчас пример, допустим, по экспорту и импорту. Вот два, видите, в примере ТНВ, по тем наименованиям, с которыми мы сейчас работаем с нашими заказчиками. То есть была ставка базовая 10%, с 2020 года 0%. Самая высокая ставка во Вьетнаме – это на алкоголь. Возной алкоголь до 100% может доходить, и все предметы роскоши в том числе. Это то, что нужно тоже понимать. Теперь про менталитет. Ну, здесь некоторые как бы пункты. Я скажу вот о чем, если это все как бы резюмировать. У русского человека есть такое неправильное мнение о том, что победа Вьетнама в войне с Америкой – это какая-то преференция, которая все еще за нами остается. Это далеко не так. И это настолько далеко не так, что многие бизнесмены делают очень грубую ошибку, когда они пытаются выйти на вьетнамский рынок. Уже последние там больше 20 лет, когда СССР не существует, во Вьетнаме огромное количество детских садов и школ, которые международные, после которых дети сразу поступают даже за плату, либо бесплатно, и учатся в Англии, в США, в Австралии и так далее. И сейчас то поколение менеджеров, с которым вам придется иметь дело, когда вы будете продавать свои товары, они все уже с западным образованием. И мы утратили доминанту знания, которая была у нас, когда мы очень много обучали. Сейчас количество квот, одна, допустим, Америка 50 тысяч квот дает бесплатного образования, Российская Федерация только тысячу в год, даже тысяча не доходит, там 966, что-то такое. То есть это просто невообразимая разница, которую мы почему-то оказываемся видеть. Я не знаю почему. То есть на это обратите внимание, это то, что Вьетнама касается непосредственно. И поэтому вот эта утраченная доминанта знаний, она очень больно бьет, когда мы неуважительно относимся к вьетнамцам. Вьетнамцы, они, скажем так, считаются евреями Юго-Восточной Азии. И есть даже пословица о том, что когда вьетнамец работает, то Кхмер слушает, а Лаотянин смотрит, как он это делает. Это вот первое, на чем я хотела остановиться. Дальше. Возможности made in Vietnam по полной. Получается так, что пока все остальные страны, допустим, тот же Китай спорил с США по поводу того, как торговать и получил санкции, Вьетнам тихой сапой, не входя ни в какие объединения, где и присутствует Китай, подписал несколько значимых соглашений, о которых, допустим, мы не знаем, мы знаем о соглашении только с нами, да? Но есть соглашение между Вьетнамом и США, есть соглашение с Европой. И сейчас товар made in Vietnam, он свободно, беспрепятственно может экспортироваться из Вьетнама в любую другую страну. Это просто колоссальная возможность, потому что есть очень много преференций для производства на территории Вьетнама. Есть технически оборудованные зоны, где можно это сделать. То есть можно просто привозить, разобранные три детали собирать, то есть то, что может сделать вьетнамец, не испортить. Смена страны происхождения. Да, сменить страны происхождения, поставить made in Vietnam, этот товар, который будет обходить все любые санкции, если они существуют при выпуске из России. Асиан, США, Европа, то есть все открыто, пожалуйста. Причем вьетнамцы очень рады, когда приходят инвесторы. И сейчас Китай переползает тихой сапой туда. То есть все вот эти зоны, они все китайцами, причем учитывая, что политическая ситуация очень напряженная, они делают это через сингапурские компании. Недавно был по этому поводу очень серьезный скандал, когда это выяснилось, что сингапурские компании оказываются на самом деле китайскими. То есть экспорт компонентов, создание производств, выход на рынки Европы, США и страны Сиан. И еще один пункт, на который стоит обратить внимание, сообщение с Вьетнамом, это привлечение вьетнамских инвестиций в Россию. Почему? Потому что, например, не растут молочные коровы на вьетнамской земле. Ну не растут они, то есть климат им не позволяет. Еще что-то. То есть какие-то вещи, вот допустим несколько молокозаводов и так далее, с Беларусью очень активно они сотрудничают. То есть есть направления, которые вьетнам сам интересны, по каким-то инновационным продуктам. Очень большая ниша по IT. Вот кто занимается IT, это прям гигантская ниша, потому что это опять же обусловлено политической ситуацией. Есть только три разработчика в мире. США, Китай и Россия, которые могут создавать базу, от которой уже дальше идет программное обеспечение. Значит, с Китаем у нас политические терки. В США уже есть история о том, как они вырубили рубильник одной из стран, не буду рассказывать какой, где вся безопасность просто была вот так вот выключена. Остается только Россия. И они вынуждены, они понимают, что без российского IT, когда мы спокойно отдаем коды, потому что да ладно, у нас что, мы еще что-нибудь придумаем. Нас это вообще не волнует. Не так, как там США держится за это. Вот, то есть там прямо сейчас начинается вот бум, то есть вот в IT-сфере. Если есть какие-то разработчики, которые готовы вот эти услуги экспортировать, это прям вот прямой путь, потому что там большая потребность. Супер, очень информативно. Спасибо, Светлана, большое. Да, и еще буквально вот Инстаграм и WhatsApp, если нужно с российским номером, пожалуйста, можете сфотографировать, чтобы меня найти и задать все интересующие вас вопросы. В течение ближайших двух месяцев я буду в России, поэтому могу ответить очень быстро. Итак, я передаю слово Илье Шпирт. Ура, класс, выступление хорошее очень. Спасибо, Светлана. Илья Шпирт, Европа. Ну не только Европа. Спасибо, да. Спасибо, Анна. На самом деле, действительно, здесь так регион за регионом у нас движется. Я готов подписаться, кстати, даже в отношении к Европе под каждым словом Антона и Светланы. На самом деле, это все перекликается, потому что экспортеры одни и те же. Значит, я вначале хотел, скажем так, сделать небольшую корректировку. Я уже не директор в компании «Ревантули». За то время, пока готовился этот форум, я перестал в ней работать и перешел практически полностью на такую консультационно-тренингово-семинарскую работу, мастер-классы и так далее по экспорту Евросоюз. А с 2014 по 2019 год я действительно работал в компании, которая, пока я был директором, вывела на европейские рынки и за их пределы, это и Арабские Эмираты, и Австралия, и, кстати, Вьетнам, Гонконг, более тысячи позиций, так сказать, складских, имеется в виду штук, детских товаров, наборы для творчества и так далее. Товары были все адаптированы, сертифицированы и так далее. Поэтому сегодня я попытаюсь в отведенное мне достаточно короткое время, даже встану, чтобы лучше говорилось, попытаюсь рассказать об основных моментах, с которыми сталкиваются экспортеры во время экспорта в Европу. Обычно у меня занимает подобный мастер-класс порядка двух дней. Вчера я пытался высказаться в течение 45 минут на эту тему в Петрозаводске, сегодня попытаюсь за 10 минут. Значит, ну, прежде всего, как правило, любой производитель, любой отечественный, так сказать, производитель каких-то несырьевых товаров так или иначе мечтает работать на экспорт, поскольку рынок в России потихоньку падает, покупательская способность падает, и экономика, сами понимаете, не в лучшем состоянии. Мы ее поправим. Да, мы поправим, это точно. Причем с помощью экспортеров. Нужна валюта. Соответственно, с чего начать, встает вопрос такой перед компаниями-производителями. Основные ошибки и мифы быстро попытаюсь перечислить. Боязнь перемен. То, что, как правило, стоит. Вопрос, браться, не браться, что это за собой влечет. Отчасти он связан с тем, что недостаточная информированность компаний и их руководство о том, как продавать за границу. Тем более в Европу. Европа тоже такой себе не самый плохой рынок. Могу сказать, что там 500 миллионов потребителей продукции. Я тут недавно готовился к какой-то лекции, прочитал, что оборот за 2016 год внутри Евросоюза составил 17 триллионов, я там замучился эти нолики считать, 17 триллионов евро. Представьте себе, люди тратят, и вообще это оборот всех продаж всего рынка Евросоюза в 2016 году. Поэтому туда тоже стоит подумать о выходе на Евросоюз. Следующая болезнь или такое свойство наших экспортеров – это излишняя уверенность в собственных силах продукции. Компании особенно успешные на российском рынке считают, что ничего не стоит. Сейчас щелкнем пальцами, и там тоже все побегут за нашим товаром. Но это не так на самом деле. Хотя существует и обратная сторона медали, когда выход на экспорт для производителей кажется чем-то сродни запуску космического корабля на Марс. В этом ничего сложного нет. На самом деле, уверяю вас, любой экспорт – это прежде всего системный подход. Как справедливо сказали коллеги, Антон справедливо совершенно сказал, что нужен прежде всего план и понимание, с чем и зачем вообще вы туда идете. Неправильный выбор рынков. Еще одна болезнь. Кстати, часто, я не буду сейчас приводить пример, просто нет времени, как раз попытки выйти в Китай не с тем товаром, или наоборот, в Европу не с тем товаром. Достаточно часто сталкиваются наши экспортеры, часто с помощью поддержки экспортных центров, с помощью субсидий, пытаются, но тем не менее тратят время и деньги на выход не на тот рынок. Недооценка конкурентности и важности маркетинга. Я вот читаю первую часть, у меня будет здесь пара слов про это, про правильный выбор продукта, адаптация продукта, адаптация компании и необходимые перемены. Маркетинг, как правило, у нас где-то задвинут, то есть в принципе так сойдет. Рассказываешь про то, как выбрать продукт, какой выбирать, что-то про конкурентные преимущества. Ну, публика так морщится, говорит, ну давайте уже к делу перейдем, хватит этой болтовни маркетинговой, нам надо продавать, вот они этой фигней заниматься. Тем не менее, рынок очень конкурентоспособен в Евросоюзе, конкурентный, тяжело на нем продавать просто так вот с кондачка. Недооценка объемов экспортного рынка, нехватка мощности. Вот пример привозил Антон по поводу объемов и вообще населения, и объемов продаж, и объемов продукта волового в Китае, в одной провинции. Та же самая история с Европой. Часто наши производители, которые производят здесь, ну, например, мебель, производят там 30-50 штук в месяц, приезжают куда-нибудь в Германию на выставку, ведут успешные переговоры, какие-нибудь немцы приходят из магазинов Metro Cash & Carry и говорят, ну хорошо, а вы нам можете поставить, вот у нас 2500 магазинов только в одной Германии, вы можете нам поставлять 650 тысяч вот ваших этих кресел в год? И тут, соответственно, наступает ступор, надо трезво оценивать объемы и продаж, которые вы сможете в Европе и вообще в Евросоюзе, за его пределами. Покупательные способности высокие, покупают много, нужны объемы. Недооценка требований к дизайну и культуре производства. С этим тоже связано много анекдотичных ситуаций, когда приезжают представители компаний, их приглашают радостно, значит, в Россию, как там, водка, баня, гармония, лосось, так сказать, в расчете. Сейчас мы их, так сказать, устроим им сауну, ужин и так далее. Вот, значит, встречаются с чем? Что приезжают, там, значит, такой сарай стоит или ангар металлический, в нем стоит дядя Вася с цигаркой, значит, один строгает эти кресла, значит, рубанком рядом стоит, другой дядя Петя, который красит их лаком, и тут, значит, эти европейцы выпадают в осадок, разворачиваются, и, как правило, на этом взаимодействие заканчивается. Вот, имейте в виду, что культура производства также требуется, и это отчасти связано с вопросом безопасности, экологичности, к этому очень большие требования сейчас предъявляются в Европе. Боять сложной сертификации. Это отдельная тема, действительно, сертификация другая. Сертификация в Европе совершенно другая. Она наполовину, я посмею сказать, потому что я по ней тоже читаю лекции, она добровольная практически, то есть она не требует обязательных тех регламентов и жестких привязанных к ней стандартов и прохождения тестов, но ее добровольность отчасти и гибкость компенсируются жесткостью проверок качества, которые проверяют надзорные органы. То есть вы можете продавать хоть не сертифицированный товар, грубо говоря, но когда вас поймают, вы попадете на такие штрафы, что мало не покажется. Начинайте с понимания перспектив собственного товара. Это вот те вещи, которые, как правило, на которые так сквозь пальцы смотрят коллеги-экспортеры. Это 4П товара, то есть знаменитое правило Филиппа Котлера. Всегда с него начинаю разговор по адаптации, когда мы с экспортерами на эту тему беседуем. 4П, соблюдение 4П, что товар успешен только тогда, когда он продается по правильной цене, прайс, в правильном месте имеется в виду канал продаж, место продаж, плейс, и при правильной поддержке рекламной, промоушн, пэр. Вот эти 4П должны совпадать. Они должны быть все правильно выбраны. Отбирать рынки правильно, где ваш продукт будет уместен и нужен. Глупо продавать кондиционеры на север, в Лапландию или на северный полюс, а печки в Африку. Тем не менее, такие продажи имеют место быть, пытаются экспортеры выходить с такими товарами. Это, конечно, утрированный пример, тем не менее, нужно думать, вообще нужен ли ваш товар на этом рынке. Продумайте, в чем будут конкурентные преимущества. Сможете ли вы удержать цену, уникальность товара или что-то еще, чем вы можете победить искушенного европейского потребителя, искушенных европейских дистрибуторов, импортеров. Тут я хочу сказать, что, в принципе, осведомленность наших экспортеров, в силу определенных причин, некий языковой барьер, может быть, политические причины тому есть, то есть некая изолированность, не знают, как работает западный рынок, как работают экспортеры, вернее, как работают импортеры. И любые какие-нибудь норвежцы, которые даже не входят в Евросоюз, а только входят в европейскую экономическую зону, легко затыкают в переговорах за пояс наших вполне себе опытных продавцов, которые здесь представляют из себя вполне успешные компании. В переговорах, причем, что интересно, что эти производители европейские четко знают, где их поддержит государство, где их поддержит законодательство, и этим умело пользуются. Пробно выставляйте товары на международных выставках. Это тоже отдельная песня, очень мощное средство для нахождения новых клиентов и появления вообще какой-то организации деловых связей с возможными потребителями. Возможности производства и складов, как я уже сказал, то есть это наличие складов в нужных местах, правильная логистика, ну и производство, как я уже тоже упоминал, это достаточные объемы производства, которые часто являются сюрпризом для экспортеров. Оцените, насколько придется изменить и адаптировать товар. Можно еще закончить? У меня есть еще пару минут. Насколько придется изменять товар, насколько придется адаптировать, как Антон сказал, нанесите переводы на языке покупателя. И этому способствует законодательство, в том числе европейское, которое подразумевает полную защиту потребителя, его безопасности и предписывает, что каждый товар продается с полной информацией о производителе. Страна, название, адрес и контактные данные, по которым можно связаться. Продукт является отправной точкой, не стоит про это забывать. Отправная точка экспорта. Если нет товара или продукта, соответственно, нет экспорта. Продукт у нас есть, компания тоже требует инвестиций, времени, средств и ресурсов, успешное или неуспешное. Тоже не все к этому готовы, что нужно время и вообще перемены внутри компании. Внутри компании требуются необходимые управленческие решения. Сейчас я не буду долго на них останавливаться, закругляемся. Необходимые функциональные изменения, управленческие решения, это кардинальные решения. Деньги нужны. Деньги нужны, совершенно верно. Откуда брать капиталы, нужны сплаты. Они не предоплату не платят. Да, нужна логистика, совершенно верно. Функциональные изменения в отделах, что вам нужно поменять структуру отделов, нужно хотя бы научить людей, или выбирать людей, которые могут понимать английские контракты и так далее, язык. Изменения происходят в ваших, вам понадобятся третьи лица какие-то, коммерческие партнеры, брокеры, агенты на производстве и так далее, в зависимости от того, где вы производите. Выстраиваем схему, берем деньги и работаем. Да. А вот как раз-таки, как деньги взять и где их взять? Паша, расскажи-ка нам. Да, теперь первое слово Паша. Работает ли торговое финансирование вообще так таковое? Аплодисменты. Спасибо. Спасибо. Паша, расскажи, работает ли торговое финансирование в зарубежных банках, или это все-таки утопическая утопия, про которую просто красиво... Утопическая утопия. Всем добрый вечер, спасибо, что пришли. Сейчас расскажу про интересный международный инструмент, который называется аккредитив, либо letter of credit по-английски. Инструмент направлен на участников FED, как на импортеров, так и на экспортеров. Импортеров, импортеров и экспортеров, да. Вообще, в целом, если рассказать про предысторию, возможно, кто-то его использовал, здесь присутствующих, может быть, и нет, но весь мир, Америка, Европа, работает только по letter of credit. Я сейчас расскажу, как он работает, что это значит, какие преимущества дает участник FED. Но прежде я скажу в двух словах о проблемах импортеров в России. То есть все как привыкли. Есть деньги, загнали поставщику предоплату, он начинает там что-то шить, производить, отгружает, потом ждешь, когда он приплывет. И, в общем, деньги ты заморозил на срок производства и срок логистики. Не очень удобно, нужно бегать за кредитами, это дорого и неудобно. Именно для этого придумали аккредитив. То есть это инструмент торгового финансирования, который позволяет импортеру, участнику FED, привезти товар из-за границы, не используя собственные средства, и получить отсрочку на ввозимый товар примерно 90-120 дней с момента отгрузки, например, из Китая, либо из любой другой страны. То есть не приходится замораживать собственные оборотные средства, для того, чтобы привезти товары за границы. Не нужно бегать за кредитами. Аккредитив от зарубежного банка позволяет импортеру не использовать свои средства, а фабрике получить под этот аккредитив кредит, уже в своем банке, где они обслуживаются, и как-то себя профинансировать. Как это работает? Да, и сейчас, чтобы вы понимали, на территории России доступны 4 зарубежные банка из Европы и Америки, которые позволяют не только российским компаниям, но и участникам других стран, так сказать, работать по этим международным инструментам. Банк Винтер, Стандарт Коммерц, Сигначур Банк и Аксиас Банк. Так вот, что такое аккредитив, как он работает? Вот классика. Есть покупатель, это фабрика, есть продавец, какой-то есть контракт на поставку оборудования или какого-то товара. Соответственно, по классике нужно сначала деньги заплатить, потом фабрика это отгрузит. Что происходит при работе по аккредитиву? Импортер обращается в зарубежный банк за оформлением аккредитива. Подается определенный пакет документов. Банк дает добро, если все хорошо по компании и отправляет свифт аккредитива, по свифту отправляет аккредитив в банк, где обслуживается поставщик. Это не деньги, это не кредит, это некое обязательство банкомитента заплатить за покупателя, за импортера в случае, если произойдет через срок отсрочки какой-то дефолт. То есть импортер получил по аккредитиву товар, прошло 90 дней, он не заплатил, и вот тогда аккредитив может раскрыться только в этом случае. То есть это не живые деньги. Поставщик получил аккредитив, имеет для себя стопроцентная финансовая безопасность, чтобы не случилось с покупателем товара, за него заплатит банкомитент, который выпустил аккредитив. Так работает вся Европа, так работает почти весь мир. То есть в лоб живые деньги, практически никто не работает. К сожалению, российские банки требуют для получения аккредитива предоставление залога, обеспечения, либо нужно деньги на счету заморозить на сумму аккредитива, только тогда такой инструмент может быть российским банком выпущен. Мы с вами говорим про банки-эмитенты зарубежные, которые с 2013 года вменили и позволяют работать импортерам по этим инструментам. То есть для продавца основной причиной работы по аккредитиву является отсрочка платежа 45, 60, 120 дней. Это классика с момента отгрузки товара. То есть 30 дней он плывет до России, например, России, из Китая, и еще в России со срочкой 50 дней до тех пор, пока нужно будет заплатить покупателю обратные деньги. Для продавца, для фабрики этот инструмент позволяет больше продавать. То есть что хочет любая фабрика? Она хочет больше продать. Если покупатель, у него есть 100 тысяч долларов, значит он может их заплатить и на 100 тысяч долларов товар фабрика отгрузит. По аккредитиву, если фабрика дает отсрочку, она может продать на 200 тысяч долларов. Просто потому что покупательская способность импортера возрастает примерно в два раза, потому что есть отсрочка на оплату. То есть товар привезли, поставили в сети, если у кого-то есть какая-то депиторка, и только потом заплатили на фабрику. То есть с этой точки зрения аккредитив позволяет серьезно сократить кассовый разрыв. Если сравнивать это с кредитом в российском банке, есть небольшое сравнение, вы сейчас видите, аккредитив в среднем стоит 4-5-6% за годовое использование этого инструмента. Причем я подчеркну, что он оформляется без залога. Не требуется вносить в компании залоги, недвижимость, товар в обороте и так далее. То есть все как было, все остается на своих местах. Стоит это примерно 6% естественно в валюте. То есть если мы берем аккредитив на 350 тысяч долларов, 6%, и мы год используем этот аккредитив, возим с поставщиком товар со срочкой платежа. Таким образом за аккредитив, который мы взяли один раз на 350 тысяч, мы можем привезти товара 4 раза со срочкой 90 дней. За один аккредитив оформленный на один год. То есть здесь вы видите сравнение с кредитом в России. То есть что выгоднее, где там залоги, где не залоги, это решать вам. Соответственно сейчас это доступно в России. В 2013 года многие импортеры этим пользуются. И можно попробовать это сделать любому импортеру и экспортеру. У меня все. Спасибо большое, Павел. И мы переходим к вопросам. Значит у нас есть пока что один вопрос по поводу Вьетнама. Вьетнама. Вопрос. Возможно ли продавать во Вьетнаме услуги по обеспечению информационной безопасности? Не продукт передавать, а заниматься интеграцией? Очень интересный вопрос. Спасибо. Все, что касается безопасности, вы должны будете пройти соответствующие надзорные органы в России. Это наши любимые ФСБ. Если ФСБ вам разрешит экспортировать этот продукт, который у вас есть, то да. Прекрасно. Ответили на вопрос. Если есть какие-то вопросы, я думаю, что мы далее продолжим уже в холуарах, потому что Вьетнаме зачастую требует каких-то таких моментов интересных и интимных. Следи с этим. Я хочу поблагодарить спикеров. Я хочу поблагодарить вас и пожелать вам только белую внешнеэкономическую деятельность. И всего самого-самого хорошего. С наступающим. Ура.